у мужа стоит оповещение на то что екатерина казакевич прям эфире всем привет всем рождественский привет как вас много буквально за пару секунд такое количество людей это прям не может не радовать давно мы выходили с вами в эфир канун нового года кому всех праздников наверняка у всех нахопилось очень очень много разных дел каких-то внутренних наверное таких им сказал даже где-то переживаний каждый хотел разобраться сам в себе и вот мы же с вами сегодня в новом 2022 году я рада вас приветствовать это мой первый прямой эфир двадцать втором году и я рада провести его в такой большой большой компании то есть мне уже прям страшно становится как быстро набирается число подписчиков я хочу поздравить вас всех с наступившими праздниками для меня на самом деле как для человека который всегда говорит о том что бог внутри нас для меня неважно какой мы празднуем праздник католический или православный я хочу поздравить вас вообще со всеми праздниками которые были и пожелать вам в новом году не падать духом верить свои силы идти вперед несмотря на то что в жизни могут начать абсолютно разные ситуации они есть у каждого человека и вы знаете у нас недавно буквально она день назад состоялся с мужем разговор которому он не вопрос я ему задала вопрос почему так происходит почему у людей возникают какие-то не совсем адекватные реакции на твою хорошее на хорошее настроение на твою улыбку он мне сказал но зачем ты им показываешь вечно улыбающуюся себя почему ты никогда не скажешь что у тебя тоже есть там какие-то проблемы какие-то и в работе в семье какие-то скажем так не только палит положительная но и негативная сторона назовем это так это сказал я не задумываясь ответил ему следующее я не хочу говорить с вами о каких-то проблемах бытовых проблемах которые могут возникать в жизни у каждого человека и они есть у меня в том числе не хочу не потому что у меня их нет потому что я всецело верю в то что если я сейчас начну об этом говорить категория моих зрителей разделиться на несколько скажем так таких лагерей 1 категория будет успешно наблюдать за всем этим будет радоваться тому как у меня все плохо я не могу дать вам возможности порадоваться моему плохо 2 категория 2 категория будет писать мне о том как жизнь плоха и во всем вот этом мы собственно говоря по грязни я не хочу притягивать к себе эти энергии поэтому давайте с вами договоримся о том что в моем профиле я не хочу слышать о плохом даже когда возникают какие-то проблемы молодец давай беги разрешаю давай иди даже если возникают какие-то проблемы они есть даже если возникают какие-то проблемы какие-то скажем так ситуации в жизни которые выбивают вас искали в первую очередь как я в этих ситуациях поступаю я говорю сама себе кать это твой опыт это определенная ступенька в твоем становление которую преодолев ты станешь выше по отношению к самой себе мне это помогает и правда мне это очень помогает особенно момент когда я иду туда где мне страшно туда где есть какие-то проблемы переживания и преодолевая все это поэтому я вам желаю точно также относиться каким-то негативным ситуациям назовем это так нашей жизни второй момент мне бы хотелось с вами обсудить у нас такой прямой эфир знаете мы будем говорить сегодня с вами о многом и ни о чем но все это сводится к тому что я хочу ответить на спектр вопросов вот которые накопились очень много с вот этим конкурсом который у нас с вами сейчас проходит перед новым годом перед рождеством я выявила для себя очень много таких интересных вещей не могу сказать что это плохо и хорошо для каждого свое плохо и свое хорошо правда вот сейчас вы пишете чей блок того и правило я абсолютно солидарна с вот этим высказыванием я хочу чтобы вот это высказывание на самом деле стояла в основе всего того что буду говорить у многих сложилось какое-то такое недопонимание того где вы находитесь кто здесь есть и какой концепт несет этот человек когда мне стали писать о том что в моем блоге сейчас стало как-то непонятно вроде подписывались на мастера перманентного макияжа сейчас здесь какая-то психология какой-то психоанализ коучинг и тому подобное я хочу чтобы вы понимали что на протяжении восьми лет саду поудобнее на протяжении восьми лет моей вот такой деятельности назовем это так социальных сетях вы видели разную катю казакевич все те кто есть со мной я думаю вы поймете о чем я говорю вы видели меня начиная мой путь вместе со мной с мамы в декрете у которой ребенок лежал в люльке и которая на дому красила брови просто для того чтобы позволить себе чуть чуть больше женских каких-то хотелок нежели на тот момент у меня была финансовая возможность я развивала себя сама тогда когда мой ребенок лежал в люльке находясь мамой в декрете которая варила борщи первое второе компот все это у меня было и я знаю что такое растите 8 ребенка находясь декрете вы наблюдали меня как женщину которая открыла студию салон красоты можно звать так как угодно с 800 долларами в кармане и сейчас вы видите абсолютно другой бизнес ввести абсолютно другую личность которая трансформируется на протяжении этих восьми лет какой-то период вы видели больше бровей и губ век где показывала вам какую-то определенную технику продавала свою услугу как мастера как тренера но я расту я не стою на месте я хочу чтобы вы понимали что в этом состоит суть вообще любого человека я честно хочу набивать цену себе я находясь на своей странице вот в этом своем домике да хочу чтобы вы понимали вообще всю суть того как мне кажется концепта который должен быть у каждого человека человек не должен стоять на месте он должен всегда двигаться вперед вы знаете грошу была бы цена мне если бы сегодня я точно также красила на дому брови краской хной просто потому что я боюсь двигаться дальше я не боюсь двигаться дальше поэтому на протяжении восьми лет вы видите абсолютно разную катю казакевич я могу говорить моя дикция меняется мой внешний вид меняется моё понимание жизни меняется мои мои навыки меняются те мои навыки в перманентном макияже которые были несколько лет назад эти навыки которые есть сейчас это два абсолютно разных мастера перманентного макияжа тот тренер катя казакевич 5 лет назад и сегодня это тоже два абсолютно разных тренера я я управление 6 лет назад и я управление сейчас это тоже два абсолютно разных человека и сегодня я я пришла к тому что у меня есть отдельная страница где я могу говорить о бровях и если вас извините за выражение тригерит то что я сегодня могу себе позволить писать о каких-то своих внутренних мыслях о каких-то своих умозаключениях о прочитанной книге о какой-то ситуации которая произошла если вы хотите видеть меня как мастера перманентного макияжа я сделала для вас прекрасную страницу казакевич онлайн в шапке профиль я указала эту страницу пожалуйста милости просим там будем говорить о перманентном макияже я не перестала быть тренером перманентного макияжа успешным тренером у которого загруженность на полгода вперед и не просто так ко мне люди едут на перманентный макияж учиться потому что я даю чуть чуть больше простым языком это чуть чуть заключается еще и в сильнейшей мотивационной поддержки моих учеников учить людей просто делать брови мне перестала быть интересно это о прекрасном я сейчас говорю обо всем том что меня окружает сейчас да поэтому она этой странице регламентирую на этой странице вы будете всегда видеть ту меня который я хочу транслировать в тот момент какой я выхожу к вам я не хочу бояться писать на своей странице то что я хочу написать я не хочу думать о том могу ли я на своей странице поговорить с вами о какой-то прочитанной книге или о какой-то тусовке которую я организовала там клуб какой-нибудь женский в котором я буду просто говорить как я говорил со своими девчонками на марафоне мне с ними было комфортно мы плясали мы танцы мы мы пели мы мы говорили каких-то женских вещах я могу себе сейчас это позволить я могу себе позволить не просто стоять делать брови я могу себе позволить провести вот такой вот конкурс который я провожу да и подарить те подарки которые я дарю 8 лет назад у меня не было возможности это делать финансовые сегодня у меня эта возможность есть почему этого не могу сделать я я могу делать все то что желает моя душа я желаю каждый из вас жить вот по такому же концепту поэтому вот эти сообщения до которые несут в себя какой-то такой негативный характер даже допустим сегодня я получила сообщение знаете в таком контексте вы врете вы должны были там 31 выбрать 8 человек а подписчики должны были сами выбрать и 6 числа определить лучшего буряш не делай так пожалуйста я прошу тебя сынок ты хочешь со мной поговорить а чё ты злишься я хочу на своей странице говорить о том о чем я хочу говорить и говорить об этом я буду тогда когда я хочу говорить за свои восемь лет вообще нахождение здесь я никогда не было ни одного раза чтобы я что-то сказала и не сделала я занимаюсь благотворительностью уже на протяжении шести лет и не всегда об этом говорю но я это делаю если я провожу какой-то конкурс он никогда не остается без ответа но не заставляйте меня сейчас знаете каким-то чувствовать себя рабом своих подписчиков я не ваш раб у меня есть своя жизнь я выхожу в этот эфир тогда когда я хочу если я передумала о том что вы будете выбирать 8 человек это мое право я дарю этот подарок этот подарок будет подарен тому человеку которому решу я просто потому что посмотрев понаблюдав скажем так процесс наверное до того как это все проходило но мне стало непонятно мне стало непонятно позиция многих я никого не хочу обидеть вот вам честно скажу сейчас меня слышит вот сейчас в эфире 180 человек я знаю что порядка 80 процентов участвовали в этом конкурсе я не хочу обидеть никого из вас но я точно знаю что тема истории с которой я выставила в своем инстаграм где я говорил о том что я не люблю нытиков они отразятся с положительной точки зрения на многих из вас вы не выиграете приз но вы знаете вы выиграете вы вы уже выиграли достаточно большой личностный тренинг для себя потому что я указала вам на ваши слабые стороны возможно кто-то разозлился но вот именно злость является сильнейшей мотивации я знаю это по себе когда меня сильный взгляд неважно о чем мы будем говорить мы будем говорить это работе либо каких-то жизненных ситуациях но когда меня очень сильно взгляд какие-либо люди именно они являются теми людьми которые мотивируют меня сделать что-то по другому так вот все те кого я очень сильно разозлила через какой-то период времени именно вы будете вспоминать меня и благодарить за то что я это сделал потому что когда мне пишет мама в декрете сообщение слушаем внимательно сообщение я мама трех малышей кому как не вам знать внимание какая это участь воспитывать детей участь воспитывать детей вы себя слышите вообще у меня к вам вопрос на хрена вы их рожали если воспитывать детей для вас это участь вам нужна была квартира или какой-то родительский капитал для чего вы рожали детей 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 надо рождать в наслаждение а не чтобы писать потом о том что это какая-то участь но простите в моем понимании это так я знаю сынок пожалуйста не мешай мне ты не хочешь читать в моем понимании детей нужно рождать рождать тогда когда этого хотя два влюбленных друг друга человека и боженька вселенная можете как угодно это называть будет помогать вам в этом но когда вы их рождается для того чтобы получить что-то для вас это участь и никакая катя казакеевич не будет дарить подарки людям у которых голове вот такой вот бардак меня как женщину которая сейчас находится в положении у меня пугают меня меня взгляд можете называть это какими угодно словами но вот именно такого рода высказывания и в этом конкурсе было очень много таких высказываний так нельзя пересмотрите свои взгляды на жизнь сегодня вот я приехала сегодня к своим родителям на рождество и мы говорили на эту тему и со мной солидарно мое окружение в как с которым я общаюсь я считаю что мы живем в то время когда возможно все и даже мама в декрете у которой там они знают двое трое детей неважно сколько у вас детей дети не должны являться каким-то я не знаю приговором или оправданием на то почему у тебя что-то не получилось у меня есть куча знакомых у которых и четверо детей и пятеро пятого ждут или четвертого ждут там допустим да но эти женщины они не опускают руки они идут вперед и я я знаю о чем я говорю я не могу сказать что у меня там трое детей бегает но тем не менее я сейчас в положении нахожусь и я не я не делаю себя жертву как мне плохо как мне плохо какая я бедная несчастная я уже нахожусь в декретном отпуске несколько недель ну допустим да но я не нахожусь там я хожу свой любимый дом красоты я занимаюсь все пусть не столько я тебя очень прошу не не зли меня но нельзя так делать ты не хочешь читать а папа сказал еще пять ну ты прочитал мои пять страниц сейчас прочитай потом и пять страниц для меня дети действительно в радость и двигатель двигатель вот как вы сейчас пишите как бы как мотивация того что должна двигаться вперед я хочу чтобы мои дети не были ущемлены в каких-то я не знаю возможностях я не хочу чтобы ко мне применяли фразу найти да счастливая мама трех детей там разъяренная собака с вот такой вот плещущих хари нет я не хочу вот так то есть если я сегодня говорю о материнстве я хочу говорить об этом с кайфом нашему поколению действительно позже повезло жить так вот как вы сейчас пишите в тех реалиях которых мы сейчас живем и вы мне вообще просто даже не говорить о том что кому-то сложно кому-то повезло кому-то не повезло везет всем тем кто что то делает вот и все мне сейчас вот-вот стукнет 35 лет я продолжаю обучать себя я продолжаю вкладывать себя несмотря на то что вот я сейчас нахожусь положению местом бизнес но тем не менее я понимаю что мне этого мало мало не с точки зрения даже финансов а с точки зрения реализации себя и это нормально для человека который желает познавать себя абсолютно разным так должно быть вообще в принципе у каждого человека реализовать себя в материнстве это хорошо но реализовать себя еще и как женщину с точки зрения реализации внутреннего потенциала это еще лучше ваши дети должны гордиться вами не просто потому что вы родили их а потому что вы ну как бы дали им чуточку больше и это не только про финансы а и про возможность какого-то общения с ребенком часто слышу от владельцев успешного бизнеса студии что нет крестуде 800 рублей в кармане что я вам могу сказать я не собираюсь вам ничего доказывать вся моя история вся моя подноготная есть в этом профиле пожалуйста листаем вниз смотрим там вы все это увидите я никогда не была замечена на каких-то таких знаете вот вот эти вот провокационные вопросы они на самом деле не как ничего общего они не могут иметь ко мне вообще в принципе что здесь находится аудитория и нашего города в том числе в котором в принципе проживает не такое большое количество человек врать вам знаете о чем-то говорит там накручивать меня нет смысла да это было 6 лет назад я открывал студию и сейчас 800 долларами в кармане вся эта тема не прокатит тогда она прокатила в период скажем так определенного определенная бы назвала определенного рынка бьюти рынка на тот момент у меня получилось я могу вам сказать вообще знаете такой еще момент у меня получится все за что я буду браться просто потому что я тот человек который четко понимает что он начнет заниматься тем что приносит ему удовольствие я никогда не отступают своих каких-то поставленных целей вот наверно поэтому у меня все получается вот по поводу моих некрашенных ресниц уже глаз уже было в миллион раз эти вопросы были это мой стиль я люблю вот так вот а по поводу бизнеса можно иметь миллион не знаю в кармане и и простите за выражение все это просрать а можно иметь небольшую сумму денег но структурировано приумножать это все конечно вы сейчас видите там огромный дом красоты в котором 340 квадратов большое количество в этой всей красоты люди но это не было так сразу да она была крась тоже хорошо на момент скажем так 6 лет назад но было по-другому на каждом периоде было красиво и было уникально наверное поэтому у меня все это получается когда я делала сейчас полтора года назад ремонт в новом доме красоты и в момент пандемии вложила ту сумму денег которые я вложила вот в этот новый дом не крутили виска и говорили ты дура этого делать нельзя нужно подтянуть поиски как у нас сейчас принято говорить да и пересидеть это время для этого не сделала я вложила больше 100 тысяч долларов во всю эту красоту и я не жалею об этом я понимаю что это надо было моему бизнесу это надо было моему личному бренду многие из вас сделали бы так скажите мне пожалуйста пошли бы в обан когда на рынке царила вот такая вот красота нет я думаю что далеко не каждый и этот период времени для меня был особенно сложным потому что психологическая составляющая людей было уж очень и очень скажем так сложно и она отражалась на коллективе кто-то захотел залечь на дно кто-то захотел работать сам по себе у меня поменялся очень сильно коллектив я никого не осуждаю но я прошла этот путь я поняла что со мной остались те люди как с которыми мне комфортно я поняла что я сделала трансформацию сильнейшую для своего бизнеса и это отразилось только в плюс мне и на сегодняшнем этапе становления тоже есть какие-то свои проблемы я щас предпочитаю них не говорить но будет что-то необычное не знаю что еще будет но я чувствую внутри себя какие-то сильные перемены которых я хочу я еще пока не знаю к чему они приведут но они точно к чему-то приведут я наверное благодаря тому что я чувствую что я хочу этих перемен есть какой-то рост просто все то что я сейчас даже к скажем так делаю сама по отношению к себе своему росту наверное я делаю еще в полсилы просто потому что нахожусь в таком вот чудесном положении почему нельзя в 30 лет перевернуть же выка прикалывается или что мне 35 я может быть сейчас вот возьму и переверну свою жизнь а почему нет я уже ее переворачиваем мы сегодня были у нас студии у нас классно да у нас там классно мы так часто делаем бывают провалы но взлетаем идем дальше я часто рискнула самый сложный период такие мы сильные и бесстрашные довольно согласно понятно тому кто прошел такой же путь просто не хотят сиделки вкладывать бизнес надо все что имела теперь все имею самоле дальше больше спасибо дорогая вот вы пишете вы умница безусловно просто непонятно когда видишь шикарную студию вам непонятно все это потому что вы видите результат работы шести лет я же не сказала вам никому нигде не говорила о том что у меня было 800 долларов и вот я открыла вот эту всю красоту раскрасивую нет вот это вот вся красота раскрасивая да вот если вы хотите мой дом make up up сейчас оценить сказать вам сколько это все будет стоить хотите трансформация бизнеса стоила мне сто двадцать тысяч долларов с уже имеющимися имеющимися определенными скажем так оборудованием определенными вещами готовы вы сейчас вложить такого рода сумму денег бьюти сервис и так все вы обязательно я призываю вас всех что мы слушаем прочитал вот и румничком к биге разрешаете на компьютер беги я разрешаю давай беги и так зрителей становится все больше ухо меня горит просто не на шутку наверное кому-то очень не нравится все то о чем я говорю но смотрите одно ухо красное одно как бы еще целое поэтому в принципе вот я прям чувствую я очень хорошо кстати чувствую вот эту энергетику которая есть здесь сейчас кто-то из вас опять же те кто делает силу вот этого уха красного посмеются и будет говорить но опять начала про энергию но я действительно очень сильно чувствую чувствую людей которые есть даже вот сейчас со мной вместе вот в этом профиле и что хочу сказать когда человеку что-то не нравится в действии другого человека до чаще всего он выражает какие-то свои слабые стороны я например наблюдая даже скажем так себя несколько лет назад и наблюдая себя сейчас просто смотря на себя со стороны могу сказать следующее у меня действительно очень сильно злила в людях какие-то такие моменты которых я не допускала в себе каждый скажем так каждая моя слабая сторона она проявлялась в том что я раздражалась по отношению к тому человеку или иному который появлялся моей жизни поэтому если сейчас есть вот эта вот категория которая говорит обо мне и мое ухо остановится горящим вы должны понимать что вас во мне раздражает то что вы не смогли реализовать в себе чаще всего я вижу негатив от женщин которые как раз таки погрязли в какой-то одной скажем так ниша даже многие даже просто в материнстве но не смогли реализовать себя как личность не смогли посвятить себе своей какой-то духовной части большое количество времени и вас раздражает раздражает то что у меня это получается я не могу сказать что мне это тоже дается легко ничего не дается легко но я поняла что мне нравится мне нравится реализовывать себя во всех направлениях и когда ты реализовываешь себя только в бизнесе у меня был такой период когда я в омут с головой после смерти брата я в омут с головой отдалась только только работе и я не хочу сейчас говорить в этом прямом эфире потому что такие мои личные вещи но это привело к не очень таким хорошим скажем так моим внутренним внутренним состоянием да есть женщины которые ударяются там стопроцентно с головой только в материнство и думать что вот это вот в этом вот только здесь и все и больше нигде но проходит время и вы ловите депрессняк есть женщины которые очень долго искали там не знаю мужчину своей мечты и найдя его погружается только в него но оказывается проходит время и время говорит о том что а ты у него не одна ну либо как-то еще может случиться всякое бывает поэтому я пришла к тому что по отношению к самой себе я буду говорить опять же про себя я пришла к тому что я хочу реализовывать себя с абсолютно разный концепт скажем так меня я хочу познавать себя с абсолютно разных сторон я хочу иметь возможность познавать себя с духовной точки зрения реализовывать себя в бизнесе но при всем при этом реализовывать себя в материнстве в семье по отношению к своему мужчине по отношению своим родным близким и не могу сказать что меня получается все идеально на сегодняшний момент это же иногда меня выбрасывает на берег и я могу там слышать где-то какие-то обиды со стороны близких мне людей ты нам мало времени уделяешь но я работаю над этим и как бы а принимая свои какие-то больные стороны работая над ними в принципе все возможно вот что-то было у нас написано я помню тебя обычного продавца да я работающий продавцом восхищаясь вашей энергией спасибо огромное в общем почему мы с вами подходим мы подходим к тому что у меня сейчас благодаря тому пути моему до назовем это так пути длиною 8 лет социальных сетях мне нравится то что у меня есть возможность вот просто с вами сидеть прямом эфире да и говорить о жизни просто делиться с вами какими-то своими наблюдениями какими-то своими мыслями для меня это знаете как потом кто-то к батюшке ходит на исповедь да я вот сейчас с вами сижу болтаю делюсь своими наблюдениями да и мне как бы как будто бы становится где-то даже проще я наверное наполняю себя энергией потому что я чувствую что вот этой категории людей от которых ухо не горит вас больше и вы поддерживаете меня в этом да соответственно мои моих энергетических каких-то таких сил можно гулять пожалуйста становится больше мне комфортно сейчас делать какие-то такие прикольные у тебя стоит на меня оповещение когда я в эфире прямом да круто когда у мужа стоит оповещение о том что жена в прямом эфире вот мне нравится то что мне сейчас есть возможность провести конкурс и подарить подарок какой-то такой волшебный подарок который я знаю что прям вот запомнится человеку прямо на всю его жизнь вот мне нравится то что я могу быть не просто мастером перманентного макияжа могу быть тренером тренером мотиватором для многих женщин которая реализовывает себя в профессии мастер перманентного макияжа и я знаю как как много людей хотела бы продолжение проекта марафон века я вижу какое количество просто писем бомбическое того чтобы я продолжила этот проект потому что этот проект за период 2020 года когда я позволила себе его провести он отозвался большого количества людей поверьте эти люди по сей день пишут мне огромное количество слов благодарности но вопрос уже в другом хочу ли я этого сейчас готова ли я сейчас делиться то есть скажем так энергии и тем ресурсом колоссальным количеством ресурса потому что я думаю что те люди которые хотя бы чуть-чуть меня понимают согласятся со мной что наверное самое важное да самое сложное я бы сказала что одно сложное это отдавая научиться получать но не пусть уж не опустошать себя да поэтому взаимодействие с людьми даже вот просто посидеть сейчас в эфире вот сидеть сейчас в эфире сколько 230 человек и еще просмотрит этот эфир записи но прямой эфир это все-таки другое записи люди не чувствуют этот весь посыл в прямом эфире вы чувствуете мою энергетику и я понимаю что этот энергетический вот посыл даже после прямого эфира многие из вас будут и говорил уже снизь меня просто потому что в вашем подсознании будут отражаться огромное количество моих мыслей моих взглядов вот он наполняет меня он наполняет большое количество людей по ту сторону экрана но есть и те люди которые пытаются все это опустошить так по поводу франшизы что вы писали не вижу что вы писали по поводу франшизы да вы спрашивали что по поводу франшизы поводу франшизы я не готова сейчас ответить на этот вопрос потому что у меня был период когда я сказала о том что да мы будем заниматься франшизой я готова взять на себя эту ответственность продавать франшизу вы знаете вот у нас там допустим городе открылся там один салончик тоже по по франшизе я сейчас про бьюти сферу и я не хочу вот так как есть у нас на рынке я хочу по-другому к чему я сейчас это говорю я не я не обесцениваю труд никого из тех кто работает по франшизе в бьюти сфере но скажем так работает огромное количество людей наверное я не готова сделать это и найти тех людей которые будут поддерживать мою философию и давать им я должна давать им людям скажем так которые приобретут мою франшизу давать им тот свой ресурс который надо давать я не знаю готова ли я сейчас вот поэтому с франшизы у нас пока 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 это все на стопе не потому что я отказалась от этой идеи а наверное просто потому что я где-то наверное сейчас хочу свои силы и свой ресурс оставить для себя для своей семьи для своего положения да и для каких-то других проектов каждый проект который я делаю хочу чтобы понимали каждый проект который я делаю я делаю его с любовью и с душой именно поэтому он собирает большое количество людей соответственно он имеет финансовый выхлоп для меня дата для человека который его организовывает но это лишь только потому что я проживаю а прожить сразу же несколько проектов успешно у меня не получится я понимаю сколько вам не есть я не готова опустошать себя потому что у меня есть еще и люди мои близкие которым это же нужно и так наверное надо подводить итоги начнем самое важное абсолютно все люди которые участвовали в этом проекте получат смс рассылку в которой я дам вам определенный бонус создам определенную команду которая будет работать в этом проекте и у вас будет возможность получить определенный бонус для получения вот этого волшебного дня заходите вы им воспользоваться или нет это решать вам смс рассылка придет в течение следующей недели каждому человеку который оставил комментарий для данного бонуса будут введены ограничения по дате поэтому прошу вас быть внимательно прямой эфир я сохраню поэтому сейчас четко проговариваю все правила бонус будет у всех у бонуса будут ограничения я лично буду курировать этот проект назовется название этого проекта будет рождественское волшебство в рамках этого проекта я создам команду в лице фотографа в лице людей которые будут создавать работать над образом а я лично буду помогать создавать образы для фотосессий для тех людей которые забронируют эти дни там будут задействованы мои вещи для фотосессии и много всего интересного ну а данный бонус повторюсь будет ограничен по времени также в этот бонус будут включены услуги нашего дома красоты сейчас идем дальше повторюсь этот бонус будет для всех кто оставил комментарий неважно плакались вы там или говорили о том как вы двигаетесь вперед я вас всех уважаю за ваш комментарий за ваши за вашу даже решительность написать это потому что даже написать просто написать комментарий написать свою маленькую историю вы уже победители просто потому что вы это сделали я вас благодарю кто же выиграет наш конкурс я вчера определяла вообще на самом деле кому я хочу отдать этот приз делал вместе со своим мужем и мне было очень приятно когда он сказал слушай отчеты грузишься подари сразу двух только подари как-то так так как ты умею умеешь почему мы говорим сейчас про двух человек у меня есть две истории написанная кем-то из вас но в этих историях описаны люди которых возможно здесь сейчас нет то есть кто-то из вас писал комментарий за этих людей мне очень приятно осознавать факт того что сейчас я подарю этот подарок человеку который даже вообще не понимает что ему прилетит сейчас это счастье первая история сейчас покажу скрин я ее прям заскринила вот она первая история ее писала татьяна нудная фамилия она писала историю своей сестры которая перенесла онкологию это родная сестра татьяны она воспитывает двух детей она достойно перенесла эту болезнь никому никогда ни на что не жаловалась и сестра просто захотела подарить такой подарок своей сестре чтобы то почувствовала себя прекрасной я это не наша главная героиня эта история меня тоже очень зацепила но я хочу пригласить эту женщину к нам в мейкоп лаб как клиента на перманентный макияж абсолютно любой зоны я сделаю его лично сделаю его лично и проведу этот день с этим человеком поэтому если татьяна сейчас есть здесь в эфире я буду очень рада видеть ее и сотворю красоту для нее сама но сейчас я хочу вернуться еще к одной истории и эта история написана дарья шлык я знаю дашу знаю дашу не не первый день дарья проходила является и нашим клиентом и у нас не очень много взаимодействий по другим проектам я прочитав эту историю связалась дашей спросила более подробно о ее подруге марине и вы знаете что я услышала я услышала о том что марина эта девушка плюс-минус моего возраста которой была очень яркая беззаботная жизнь не чтобы беззаботная была очень яркая девчачья жизнь скажем так она путешествовала в разные там страны и работала как-то за границей но когда она родила своего ребенка к сожалению получилось так что ей пришлось сидеть дом потому что ребенок родился не совсем с теми возможностями с которыми рождаются дети но этот человек не падает духом ее муж ее поддерживает и я хочу поддержать эту девушку этим волшебным подарком я хочу чтобы она провела абсолютно весь день в нашем доме красоты мы завершим его крутой фотосессии эту фотосессию сделать мой любимый фотограф луиза батян я подберу лично эти все образы мы найдем няню которая посетит с ребенком может быть мы даже ребенка каким-то образом не знаю возьмем с собой посмотрим мы покажем обязательно вам всю эту историю в социальных сетях и я голос что-то дрожит я очень верю в то что этот день очень сильно отразится на жизни этой женщины молодой женщины вообще в принципе просто потому что будучи яркой амбициозной и такой веселушкой из-за вот таких жизненных обстоятельств скажем так закрыться в себе мне очень хочется увидеть марину абсолютно другой вот поэтому мне очень приятно то что я могу сейчас так выбрать другой объект прекратить вот мне очень приятно сейчас поздравить марину далее я думаю что ты сейчас есть в эфире и ты поздравишь марину от моего лица и наверное я бы хотела каким-то образом мы придумаем с тобой созвонимся и придумаем как мы сообщим эту радостную новость моей подруге марине по поводу онкологии на протяжении шести лет мы в принципе занимаемся благотворительностью наш дом красоты я лично занимаюсь этим поэтому не совсем не мне сейчас не совсем понятны комментарии характеру что я кому-то и как-то подражаю еще раз хочу сказать что вы сейчас отражаете только свои паттеры и свои слабые стороны проследите пожалуйста за всей моей истории становления и там прям на эти как на белом листике все понятно и видно кто как взаимодействует с людьми на протяжении энного периода времени вот я благодарю всех тех кто кто сейчас был с нами для меня на самом деле это тоже очень как-то так прям волнительно потому что я понимаю что все хотели бы выиграть этот главный приз но я думаю что именно этим женщинам сейчас этот этот подарок нужен больше всего поэтому слушайте вас становится все больше и больше учитесь радоваться учитесь радоваться чужим победам учитесь радоваться всему тому что есть рядом наполняя себя вот этим всем и быть нам всем счастьем повторюсь все те кто писал наш канал комментарий в моем конкурсе у вас у всех также будет очень крутой очень крутая возможность просто не упустите ее воспользуйтесь потому что это будет бонусная программа иметь ограничения по времени с рождеством вас всех я вас благодарю мне безумно приятно сейчас с вами просто находиться в прямом эфире просто болтать вот но нам пора заканчивать мне пора идти отдыхать ну вот давай еще поговорим нет надо идти мы поговорим обязательно с мастерами перманента у нас там совсем другая история я буду вас тоже радовать я буду в москве на глобал перманент я буду в италии я буду в украине в этом году у меня очень много планов поэтому я никуда не пропадаю беременная женщина это это женщина с большим количеством возможностей все всех поздравляю с рождеством и всем пока пока обнимаю вас все все